У нас, к сожалению, о военных ситуациях, о военных аспектах пишут люди непрофессиональные в этом деле, которые не понимают, о чем идет речь. Это наш откровенный психоз в соцсетях. Люди с пограничными такими вещами выдают это все. Юр, давай остановимся на одном моменте, который либо не замечают, либо о нем вообще никто никогда не думал, либо скрывают намеренно. Мы исходим из того, что люди неравноценны по своей природе. Давай будем исходить из этого, что вот эта структура жрецы, воины, земледельцы, неприкасаемые, она никуда не девалась. Мы равны перед Богом в главном, а в природных своих качествах мы абсолютно разные. Так вот, то, что было здесь, меня постоянно упрекают, что такое кровожадное. Да я не кровожадное, просто здесь не было войны такой. Понимаешь, вот, Юр, ну ты был в Чечне, но не было здесь такой войны. Понимаешь, что для очагового есть. Да, для воин, для человека, который относится к кости воинов, это просто перестрелочки. Для человека, ну, армия же не может, тем более нынешняя современная, состоять только из задних воинов. Туда приходят люди из косты земледельцев, неприкасаемые, то есть вот эти войны психозы якобы. Это просто человек не на своем месте. Я вот знаю одного хорошего человека, он раз выехал на передовую и видел, как разорвало бойца. У него гиральный психоз, понимаешь, он хороший, нормальный политик и все прочее. Но он не воин просто, это не его ситуация. Вот я в его ситуации не справлюсь с его офисными проблемами, у меня там соображалка не работает. Понимаешь, но это не его ситуация, вот и все. Так вот возникает информация в интернете. Объясняю, вот белая каменька где-то была, помнишь, там еще Боцман, кирпич наши стояли. После этих продолжительных гаубичных обстрелов у нас там где-то было, ну, месяца три, наверное, практически полного затишья. И вот я однажды вечером выхожу из блиндажа и слышу там боец, сегодня был такой обстрел. Понимаешь, он пишет кому-то, я говорю, слушай, какой обстрел? Начинаю вспоминать. Три часа назад где-то пять минут прилетело, очень далеко, очень далеко, знаешь, так, пух-пух-пух, шлепнулись и все. Я даже не заметил. Понимаешь, помнишь, какие эти гаубичные обстрелы? То есть, я просто хожу, о, осколочки мимо залетают. Просто для нас это нормативное состояние. А для него это... Я говорю, а ты давно здесь? Да нет, он россиянин сам. Понимаешь? Да нет, я приехал в Славянскую бригаду еще как-то, за неделю назад был гражданский. Понимаешь? Для него это уже обстрел. А теперь дальше. Ведь он это пишет. В это время кто-то читает. На белой каменке снова обстрел. А кто-то такой же, знаешь, вот здесь много у нас здесь мирных жителей. Я их понимаю прекрасно. Ну, это бабушка, да? Вот он говорит, ой, у меня такие разрушения в доме. Я приезжаю, там, ну, там, чуть-чуть поцарапаны, там, осколок ворота прилетел. Ну, ее можно понять. У него вообще другое восприятие мира. Для него это уже страшный обстрел. Он третий день в подвале прячется, хотя давно все тихо. Понимаешь? И вот подобный ей человек все это читает. Он, снова обстрелы. А кто-то уже, о, значит, завтра наступление. Понимаешь? И так вот этот, даже модерировать это не надо. Люди сами себя накачивают, сами благодарят, вот свои, скажу, в силу своих природных качеств, которые дают определенное восприятие картины происходящего. Создают вывод, да, относиться ко всему спокойно, критично. Мы, нас никто никогда не победит, это понятно. Будет боевая готовность, встаем воюем. Нет боевой готовности, но не надо самих себя пугать, это уже смешно. Давайте воспринимать мир реально, положимся на божью волю и будем всегда готовы к тому, чтобы сокрушить все наших и божьих противников. Точка рука. Субтитры создавал DimaTorzok